Артём Баранов около трёх лет в Казахстане. Каменщик из Украины официально, как трудовой мигрант, работал год в Астане, а потом попал в рабство. На сайте объявлений нашёл вакансию в Шемкенте. Платили не деньгами, а едой и сигаретами. Говорит, несколько недель, как убежал оттуда. Сейчас живёт в социальном приюте и ждёт документов, чтобы вернуться домой. Взяли документы сделать регистрацию. И обещали, обещали. В конце концов, ни денег, ни паспортов, ничего не увидел. Без документов, без денег особо ты никуда не уедешь. Если трудовой мигрант приехал в Казахстан законно и работодатель оформляет все документы, это не значит, что его не обманут, говорит Анна Рыль. В их кризисном центре давно живут не только граждане и государств Центральной Азии. Ряды давно пополнили украинцы, россияне, филиппинцы. Приехали в Астану работать в сфере услуг. Кто-то законно, кто-то нет. Нет. Увеличение налога, считает Анна Рыль, заставит большинство уйти в тень. С этой процедурой оформления разрешения на работу всё очень сложно. Ты можешь оформиться только к одному хозяину. Если ты полмесяца проработал, то и будешь получать новое разрешение, ты должен получать всё заново. Ты не можешь переводиться из места к месту. Ты привязан к месту прописки. Ты должен находиться в месте регистрации. Если ты даже ночуешь в другом месте, тебя могут привлечь к ответственности. Увеличение налога для иностранных работников в два раза до 28 долларов, по мнению чиновников, защита внутреннего рынка труда. Настаивают власти на сохранение жёсткой квоты для найма мигрантов. Не более 380 тысяч в год по всей стране. Ежегодно за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы к административной ответственности привлекаются свыше 2 тысяч работодателей, а также 12 тысяч иностранцев за осуществление трудовой деятельности без разрешительных документов. В этой связи в рамках проекта закона, который разрабатывается нашим министерством, предусматриваются меры по определению именно востребованных специальностей. В Министерстве труда говорят, что остаются проблемы с привлечением трудовых мигрантов малым бизнесом в качестве няни, домработниц и в сферу клининговых услуг. В других отраслях дела идут лучше, по официальным данным. Меж тем, в поправках теперь прописана не только общая квота иностранных работников по стране, но и ограничения для каждого предпринимателя. Владельцы малого бизнеса не смогут принять на работу больше пяти мигрантов. Светлана Глушкова, организатор «Успанов», Настоящее время Азия, Казахстан, Астана.